Также в Министерстве обороны России прокомментировали скандальную инициативу советника министра внутренних дел Украины. Антон Герасченко на своей странице в социальной сети выступил с призывом публиковать в открытом доступе фотографии и личные данные российских военных, которые участвуют в операции против ИГИЛ в Сирии. Для того, чтобы, цитирую, ИГИЛовцы и их собратья в России, которых, по словам Герасченко, немало, смогли бы найти наших военных и отомстить по канонам шариата. Приглашаю всех, у кого есть информация о российских гражданах, принимающих участие в необъявленной войне России против сирийского народа, сообщать все известные вам данные на сайт Миротворец, где для этого будет создан отдельный раздел. Добавлю, что на украинском сайте Миротворец публикуются имена, адреса и номера телефонов тех, кто не согласен с политикой официального Киева. Эксперты считают его черной меткой для украинской оппозиции. Итак, личные данные журналиста Олеся Бузины и экс-депутата Олега Калашникова появились на ресурсе за несколько дней до их гибели. Среди официальных партнеров сайта Миротворец числятся силовые структуры Украины. Российское военное ведомство сравнило призыв Герасченко с предательством Мазепы и Иуды и напомнило о давних связях украинского политика с националистами и фашистами. О том, что советник главы МВД Украины Герасченко связан с фашистов и малочниками правого сектора было известно давно. Но то, что это сытое рыло революции достоинства решило подрядиться в качестве Мазепы 2.0 для Международной террористической организации ИГИЛ, думаю, удивило многих. Не только на Украине и в Европе, но и на Ближнем Востоке. Наконец-то учрежденный Петром Первый пятиклограммовый орден Иуды найдет своего достойного хозяина. Продолжение следует...